12 соток хорошей земли. Рядом лес, трасса и кладбище. Пока одни семьи радуются подарку государству, другие приходят в ужас от предстоящей жизни на участках, также выделенных по государственной программе. Бесплатные земли, которые им предоставили в районе Бахты, соседствуют с местным кладбищем. И судя по наблюдениям кировчан, могилы к их землям с каждым месяцем все ближе и ближе. В чем причина, расскажем далее. Вышел в отбор и вот они, могилки. Новая жизнь с видом на могилы. Не об этом мечтали многодетные семьи из Кирова, когда воспользовались бонусом от государства и получили бесплатно земли под строительство жилья. Будущий поселок для многодетных под Бахтой граничит с местным кладбищем. Надо что-то, все равно, чтобы или огородили забором как-то, но чтобы было более защищенно, чтобы не было такого вида ужасного. На данный момент между кладбищем и землей, где будут строиться люди, грунтовая дорога. Но по наблюдениям многодетных, могилы все ближе и ближе. И есть опасения, что кладбище не размежевано, то есть у него нет четких границ. Поэтому такое соседство людей очень раздражает. Здесь планируется поселок вообще для многодетных семей. То есть тут очень много детей будет, в принципе. Ну, я не скажу, что кто-то пойдет гулять на кладбище, конечно. Но вот чисто вот сам вот этот вот эстетический фактор, мне кажется, не очень приятно. Особенно у тех, у кого участки вот они практически вот здесь. В доступных в сети Санпинах указано, что от границы кладбища до жилой зоны расстояние должно быть не менее 300 метров. От последней могилы до ближайшего участка под застройку расстояние уже меньше. Поэтому к властям города люди обратились с двумя просьбами. Границы кладбища зафиксировать, а места захоронений чем угодно прикрыть. Ответа пока никакого мы не дождались. Звонили, узнавали. Вообще, что ну как-то можно нам забор поставить хотя бы. Сказали, что давайте строите, ну ставьте на свои деньги. На какие деньги удивляются люди, если учесть, что строится им тут нужно, что называется, с ноля. Расходы и так предвидятся огромные. Согласны люди даже на зеленую изгорать. Главное, чтобы кладбище больше не разрасталось. Дирекции дорожного хозяйства именно это муниципальное учреждение отвечает сейчас за все кладбища Кирова. Дать информацию по границам кладбища сегодня не смогли. Устно пояснили некогда. Но многодетным нужны гарантии. Обещают, дойдут до чиновников в ближайшее время. Дмитрий Ежетарчук, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. О проблемах при получении земли среди многодетных семей поговорим с председателем Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области Аленой Чесноковой. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Алена, скажите, вы руководите Ассоциацией многодетных. Как вот подобные ситуации вы помогаете как-то решать, обсуждаете их? Какой алгоритм действий? Ну, мы вместе, совместными усилиями, мы, конечно, обращаемся к тем, от кого этот вопрос должен зависеть. Но, насколько мне известно, данное кладбище, оно закрытое. И откуда там свежее подхоронение? Кто давал разрешение на эти подзахоронения? Или это просто свежие могилы, даже не подзахоронения? Непонятно, потому что администрация молчит и не дает никаких комментариев. И действительно, получается, от самой, так скажем, крайней могилы свежей до ближайшего участка, получается, 150 метров. В сюжете уже озвучено, что должно быть 300, ну, в зависимости от размера кладбища, может быть, и 500. Не могу сказать, сколько гектаров занимает это кладбище. Но, тем не менее, 300 метров там нет, 150. То есть нарушены вообще все снипы, все, что можно. И получается, что многодетные, это опять бесправные. А как так получилось? То есть они по карте посмотрели, не выходя на место? Конечно. Как обычно, я много лет говорю об этом, что при нарезке вот этих вот участков многодетным семьям, нужно обязательно, чтобы чиновник, который отвечает вот за это, он выходил на местность и смотрел глазами, где он что выделяет. Потому что здесь кладбище, в другом месте болото, в третьем там непроходимый лес, вырубкой которого опять же должна заниматься семья. То есть опять же тратить на это деньги, и там и силы, и все остальное. Денег у многодетных и так нет практически. Потому что очень большинство. Смотрите, а если, например, зимой выходят там от болота, к примеру, да, ну, лес еще можно увидеть, а вот такие вещи. Тогда как? Нужно в определенное время года, там, летом только или весной распределять, чтобы не было? Об этом, да, об этом я тоже говорила в администрации, что либо заниматься вот непосредственно выдачей участков именно тогда, когда это можно увидеть воочию. Несмотря на то, что, в принципе, по моему мнению, вообще нарушается законодательство, потому что мы берем кота в мешке. У нас точки в натуру не вынесены, и мы не знаем, где мы берем эти участки. И если раньше у нас было, например, три дня на то, что мы можем отказаться от этого участка, то сейчас у нас этого времени вообще нет. То есть мы приходим в ОФЦ, мы пишем заявление, и тут же нам оформляют этот участок собственность. То есть у нас вообще вариантов отказа нет. Алена, если вернуться еще к кладбищу, сейчас чего будут добиваться, и вы в том числе, чтобы обнесли забором, чтобы не было свежих захоронений? Да, значит, у многодетных семей, которые получили в данном месте участки, сейчас два главных вопроса, чтобы кладбище не разрасталось. То есть первоначально нужно все-таки определить, кто хозяин этого кладбища. Пока никто этого сказать не может. Администрация вообще не дает никаких ответов? Она не дает никаких ответов, да. То есть они не могут сказать, чье это кладбище, кто давал разрешение на это захоронение, потому что кладбище закрытое. То есть как они, не встречаются с вами? Или вы задаете вопросы, а они не знают? Они не встречаются, но вот семьи написали туда письмо, пока ни ответа, ничего нет. Потом семьи хотят, чтобы это кладбище было огорожено забором и был, ну чисто даже в эстетическом плане, чтобы посадили какой-то лес, ну чтобы люди, открывая окна, не смотрели на это кладбище, поскольку это люди и в большинстве своем это дети. И гулять рядом с кладбищем, ну тоже я считаю, что не очень приятно, это и страшно. Но они уже согласились на эту землю, то есть у них нет вариантов где-то в другом месте? Они уже согласились, вариантов нет. То есть они в любом случае вот либо будут продавать, но тоже опять неизвестно, как продастся эта земля, потому что она рядом с кладбищем. Вот люди, которые там получили, на саму землю пока не жалуются. Когда они ее, может быть, начнут обрабатывать, там начнутся какие-то недочеты, но на первый взгляд, по крайней мере, они жалуются. Ну то есть там есть какая-то инфраструктура, там нет. Нет, инфраструктуры у нас нигде нет. То есть это в поле все равно? Это все равно поле, но по крайней мере земля без там 5-метровых ябл, без болота, без всего. То есть люди в принципе могут ее обрабатывать. И другой вопрос, когда рядом кладбище, центрального водопровода нам не дождаться там никогда. И все это реально понимают. То есть все будут бурить скважины. Какое качество воды будут? Ну из города или там покупной, ну не навозишься, не наездишься и так далее. То есть, ну все равно... Наверное, тоже кто будет проверять это качество воды? Изыскание, конечно. Изыскание. Все это опять же ляжет на плечи семей. А если, правда, будут какие-то нарушения, то что делать? То есть это администрация должна принимать какие-то меры или это проблемы жильцов? Ну вот по закону, вот как я смотрела, законы с собственниками вот этих земельных участков, конечно, никто не должен обговаривать там. Будет захоронение, не будет, это просто на совести, можно сказать, администрации. То есть она должна за этим следить, а не с теми. Но главное, чтобы не менее 300 метров. Да, но чтобы соблюдались вот эти СНИПы. Но они уже не соблюдаются. И если... Понятно, что эти участки нарезались не вчера. И документы на них поступали тоже не вчера. Возможно, вот этих захоронений, которые сейчас входят вот в эти 150 метров, когда документы были на стадии оформления, возможно, не было этих могил. Но опять выдавали разрешение. Опять это вопрос к администрации, да. Ведь люди, которые хоронили, они тоже не дураки. Они не будут, они же не кошечку с собачкой там похоронили. То есть они должны здраво понимать, что если они без разрешения захоронили, во-первых, у них не будет отметки в свидетельстве о смерти, то есть то, что нужно по закону. Потом, если они захоронили не без всяких там разрешений, им потом скажут, выкапываете? То есть все равно это ведь они с чего-то разрешения там... То есть да, какое-то было разрешение. А скажите, есть ли вообще вариант, может быть, раз так много проблем все время у многодетных с получением земли, вот какой процент вообще семей сталкивается с проблемами? Ну, я думаю, 95 процентов. Может быть, тогда отказаться от земли и попросить, там, не знаю, выступить с предложением какую-то другую меру, деньгами, еще чем-то? Мы просили. Что вы просили? Мы просили, тем более, что федеральный закон позволяет заменять эти участки, позволяет заменять деньгами. Денег нет, но вы держитесь. То есть деньгами дать не могут, но вот земля то, что есть. Деньгами дать не могут, дают землю, да, то, что есть. И в законе нигде не сказано о наличии инфраструктуры вот в этих земельных участках. И поэтому сколько бы раз я ни обращалась в прокуратуру там или куда-то, все разводят руками, потому что на законодательном уровне придраться не к чему. При этом земель все меньше и меньше становится, а семей многодетных больше. Все больше и больше, да. Но при этом, еще раз повторяю, что семья не понесет, не сможет понести такие траты сама на обеспечение всей инфраструктурой. И в первую очередь это дорога. Потому что у нас ко всем участкам, которые выданы, нет ни в одном месте, чтобы была подъездная дорога к участкам. А сколько процентов вообще строится действительно на этих землях, которые выдаются? Ну, такой статистики, наверное, вообще никто не ведет, но строится очень мало. Потому что я уже много раз была в студии, я объясняла причины. Потому что у нас нет ни льготных кредитов, ипотеки нам не дают, потому что у нас много иждивенцев, у нас не подходит доход. То есть люди готовы бы строиться, готовы бы что-то вкладываться. Ну, у нас есть случаи, когда уже стоит дом, но к нему подъехать нельзя, потому что нет дороги ни с одной стороны. То есть дорогу семьи за свой счет не построят. У этих же Вахрина, когда им посчитали 200 миллионов дорога, там 107 участков, ну понятно же, что никто на это, никто не сможет это сделать. То есть это нужно входить в программу федеральную, куда угодно, в какую угодно. Но помогать этим семьям, а тут получается, сбагрили, а дальше сами. Отписались. Да. А как тогда быть? Что вы дальше планируете делать, если действительно год из года продолжаются проблемы, какой выход вы вообще видите? Ну, все обещают, что да-да-да, мы вас слышим, мы всегда там на вашей стороне, но пока вот ничего не двигается. Сколько бы я ни ходила, сколько бы я ни обивала дороги, и пока не будет поправок в федеральном законе, хотя бы с какими-то требованиями, с какими-то условиями к выдаче этой земли. Я думаю, что наши на себя они точно не возьмут этой ответственности. А может быть обратиться к депутатам, которые в Государственной Думе представляют нашу область? Этот вопрос решается, и вот сейчас уже есть наметки, не буду все выдавать, но вопрос решается уже. Будем надеяться, что все-таки решится. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо.